Я заправляю окрошку квасом, потому что так вкуснее. Бабушка делала и на кефире, и кто делает на минералке. Нам больше нравится так. Я люблю с айраном, потому что такой кисленький. А еще пробовала вкусное с минеральной водой. Ну, квасом это уже традиционно. Обычно квасом заправлять, но я люблю с кислым молочным продуктом окрошку и с луком. Ну, она более утоляет жажду. Более пить после нее не хочется. Я люблю заправлять кефиром и минералкой. Мне очень нравится, потому что освежает это сочетание. А мне больше нравится с квасом. Еще есть в нашей области, вот в Кеннельском районе, квас с хреном. Очень вкусно. Вот мы заправляем ей тоже. Очень вкусно. Я окрошку заправляю сметаной, потому что более яркий вкус, потому что он более липкий, чем милец. На квасе, кефире или минеральной воде. Блюда, которые подают исключительно холодным, сейчас на расхват. Летом салаты, щедро заправленные майонезом, теряют свою актуальность. Они слишком тяжело усваиваются и к тому же в жару могут легко испортиться. А вот прохладный летний суп, как говорится, то, что доктор прописал. История происхождения блюда уходит корнями в далекое прошлое. По одной из версий, первыми готовить окрошку в России стали поволжские бурлаки. Чтобы разнообразить свой привычный рацион, а заодно и освежиться, они смешали сушеную воблу и квас. Позже в блюда стали добавлять и овощи. Состав окрошки зависел от регионов и фантазии. Впрочем, как и сейчас. Узнаем, как приготовить самую вкусную. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Для приготовления блюда понадобится куриное яйцо, свежий огурец, редиска, зелень и отварная говядина. Берем мы мясо обезжиренное, соответственно, потому что у нас заправка холодная, либо квас, минералка, айран, там на ваш выбор. Ингредиенты нарезаем мелким кубиком. Важно, чтобы кусочки были одного размера. Редиску лучше натереть или использовать для украшения. А для того, чтобы нарезать зелень, нужно знать маленький секрет. Берем зеленый лук и обязательно его нужно посолить, немного размять, чтобы он отдал свой сок в окрошку. Аналогично рубим и петрушку. На очереди заправка. Сегодня мы будем заправлять окрошку квасом на черном хлебе, как это делали в Древней Руси. Этот напиток придает блюду сбалансированный вкус кислоты и сладости. А чтобы сделать его более насыщенным, добавляем сметану, сливочный хрен и горчицу, солим, перчим по вкусу и все тщательно перемешиваем. В данном случае я использую кондитерское кольцо для подачи. Готовое блюдо украшаем редиской и микрозеленью. По словам специалистов, во время его приготовления лучше совсем отказаться от колбасы. По утверждению медиков, частое употребление обработанного мяса является фактором риска развития рака кишечника. Если мы будем говорить про мясные продукты, ингредиенты, которые добавляются в окрошку, то тут, конечно же, стоит делать выбор именно на мясо птицы, мясо говядины. Мясо свинины не рекомендуется людям, страдающим ожирением, потому что там очень много насыщенных жиров. Окрошка в основном состоит из овощей, поэтому это блюдо, безусловно, можно считать полезным для организма. Ксения Баканова, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События.